Ребят, ну у меня одно. Не пейте алкоголь, не ешьте сахар, хлеб. Олег, расскажи вот это. У тебя сейчас сколько лет? У меня 49 будет через несколько. Вот это Дашка. Это Юлька. Это Макс. Ну, этого героя сами знаете. Я устал отвечать на вопросы. Мы решили просто на все ответить, короче, в одном месте. Ой, Даша, скажите, Юль, Даша. Даша, чемпион Европы. Так он да. Живет в Гуа, радуется жизни. Не парьтесь. Не парьтесь, да. Ты жила там так, потом эдак стала жить. Ты всегда поняла настоящий момент или какой-то что-то у тебя произошло? Что за момент был? Нет, всегда нужно ценить настоящий момент. Ты сейчас живешь. Неизвестно, что будет завтра. В один прекрасный момент, да, появилась Юля. И дала мне уверенности в том, что у меня получится и здесь. Но здесь еще и плюс. Дополнительно душевное равновесие обретаешь. И на многие вещи смотришь под другим углом. И становится тебе проще и легче жить. Ну, короче, вот достаточно. Просто человек подошел к другому человеку и говорит, все нормально, парень, все нормально. Я тебя, если что, подержу. У тебя все получится, да, Макс? Да. И в итоге не надо консалтинг-тренингов, ничего не надо там в жизни познавать. Просто подарите кому-то уверенность. И что вы хотите, чтобы люди вам дали, просто подарите это сами. А еще я Руслану подбиваю открытый проект, типа, ну, есть же Дом-2, а назвать его Дур-Дом-2. Так что, эти, как это, ну, желающие, в общем. Пишите, кто-то хочет стать руководителем, кто-то режиссером, кто-то... В Дур-Дом-2, с хорошим смыслом. Да. Ну, в общем, все наоборот. А там еще за спиной стоит. Мы решили, короче, всех собрать... Приезжайте, мы дадим вам уверенность. Всех собрать, кто участвует... Я умею давать уверенность. С кем мы общаемся на ГУАГ, с кем познакомили. Галя, выходи сюда. Юля, вот ты расскажи, у тебя всегда такой позитивный настроек бывает? Всегда. Олег, всегда? Не всегда. Всегда. Он дал мне уверенность, наверное. Если человек как-будто чувствует, что он в жопе, или он уже исполнил все свои цели, купил уже 7 жопей, вот что-то пустота ощущения, или кто-то со всем ями находится, что ты можешь еще сказать этим людям, или сама себе ситуация? Да блин, ну вы сами себе придумали эту жопу. Никой жопы не существует. Мы проходим квест, его надо пройти на 5. Я пройду. Ну, то есть... То, что ты постоянно спотыкаешься, жизнь как бы бьет тебе по ноге, ты об это спотыкаешься, и пока ты... Пока ты не примешь ситуацию, она будет с тобой случаться каждый день. Да, первый урок в том сезоне был, который так и назывался, отпусти ситуацию. Нет важности никаких вопросов. Просто отпускайте ситуацию. Ситуация была в прошлом, мы ее тянем из прошлого, как за резинку, чем дальше отходит, тем больше как каучук растягивается, и она тянет туда. Отпускает, то есть прошлого нет, все. Его не изменишь, давай подумай, что мы можем сделать в следующую секунду. Если тебе не нравится, как человек чавкает, тебе каждую секунду будут встречаться чавкающиеся люди. Надо, короче, к ним привыкнуть, принять их вот такими чавкающими, и их не встанет в один момент, это сто пудов. Макс, скажи, что, не знаю, пацаны в России возраста такого же, как ты, с 9 лет. Я не знаю. Как тебе здесь? Мне офигенно здесь. У меня все есть, и мне офигенно. Я не знаю, что сказать. Тебе бывает плохо, плохие ситуации. Что ты делаешь обычно, чтобы все лучше так? Опускай ситуацию. Я не знаю. Иди сюда, Галя. У меня мама Галина Леонидовна зовут. Вот как раз Галя. Ты держи микрофон, как я такой, в фильме будет. Давай я подержусь. Ситуации, когда кажется, что ты идешь не туда, или кажется, что, короче, ты выбраться не можешь, ты даже не понимаешь, в чем проблема. Даже если есть бабки, все равно кажется, что-то вокруг не так. Что делать? Вот я вот сейчас в такой ситуации, я не понимаю. Что ты делаешь? Не знаю, что делать. И каждый день я просыпаюсь, думаю, что делать? Пожалуйста, что мне делать? Тебя придется вырезать. Что-то ты не похожа на страдающего человека. Что делать? В общем, если не страдаете, страдаете так, как Галина. Если тебе не нравится... В лучшем месте, в лучшее время страдайте. Если тебе не нравится то место, которое ты занимаешь, смени его, ты же не дерево. Я не имею в виду, географию именно нас. Видишь, что ты уехал в Индии, тут шаньте, спокойствие, обрести. Везде можно обрести. Сидя в бетонной хрущевке, можно обрести. Но если начинаешь внутри, если ищешь полноту во внешнем, невозможно наполнить. Олег, вот от себя скажи, что ты думаешь. Ребят, ну у меня одно. Не пейте алкоголь, не ешьте сахар, хлеб. Олег, расскажи, тебе сейчас сколько лет? У меня 49 будет, через несколько. Через несколько дней, там, да, 49 лет. Ты сколько до этого века? 87. 87. Человек, то есть, ладно, вот это поколение, да, там и еще. Вот, то есть, из совершенно другого поколения Олег просто взял и самостоятельно разрешил себе перерывную страницу жизни. Вешу сейчас 64. Успехов вам, ребят. Вот, Даша еще что-то, сходи сюда. Даша, вчера весь вечер голову делали. Я люблю голову делать. Всем привет. Вопрос. Вопрос, ты в яме или ты наверху, но все равно кажется что-то, короче, не так, вот, сомнения какие-то, страхи, что-то котелок варит, не может вставить поток мыслей, что делать. Ну, я думаю, это нужно принять все равно. И, если хочется, ну, погрустить, это часто бывает у девочек, ну, погрусти, поплачь, поговорить со своим молодым человеком, да, если он тебя поймет, это круто, но не поймет, еще лучше, да. Позволить своей жизни быть так, как идет, позволить муравью бежать там, где он бежит, позволить солнце светить, принять все в этом мире вообще. Как говорят у нас в Индии, take it easy. делай это легко. Ничего сложного не существует. Вот, ты, Рома, что пасть? Ну, поехали. Все, и вот, Рома, давай, 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 что-нибудь, да. Да, что добавить, ребят, да, вы и так все сами знаете, просто живите, и не испытываете никаких проблем. Ну, давай, я, я сейчас признаю. Никакого нет права у меня что-то комментировать, ваши вопросы, никакого нет права что-то советовать. Я комментирую вот именно те вопросы, которые, что больно причинило мне. Я знаю, в каких страданиях вы можете находиться. Реально, вот, когда нет людей, которые тебя поддержат, такое ощущение, реально с окна ныряй. сам 300 раз в этой ситуации был. Кажется, выхода вообще нет. Но прикол в том, что и стен-то нет. Как говорит, стучите, и вам откроют. Да хера ли стучать, открыто. Да и двери нет. И идти не надо никуда, ты уже там, где ты должен быть, внутри. Поэтому бегите внутрь, ищите истину, каждый в чем хотите. Религии, это вот как разные бренды. В конце дверь все равно одна. Идите в этом направлении и наполнитесь. Будете искать полноту во внешнем, постепенно будет. Что-то после ренджовера, как тот у парня, что-то не то, не то, не то. Вы сами можете, туфли купили, вот все прикольно, дремя, потом что-то, не то, не то. Поэтому доверяйте себе, и не слушайте никого, даже нас. Все, всем пока. И пишите свои вопросы в комментариях. Не наполовину я сегодня в итоге ответил. Пишите, короче, на те, кто раньше напишет вопрос, я на них буду отвечать. Не на популярные. Вот мне, как написал рано вопрос, вот по теме пойдем. Все, всем пока.